Издательство Бомбора. Океан книг. Екатерина Бурмистрова. Эмоции в семье. Мудрая книга о том, как гасить пожары детских истерик и семейных ссор. Вступление. Возьми себя в руки. Возьми себя в руки. Слышали мы в детстве в те моменты, когда нас захлёстывали эмоции. Косвенное сообщение было таким. Перестань чувствовать то, что ты чувствуешь. Эмоции – это плохо, это опасно. Если в вашей семье было по-другому, вам крупно повезло. В большинстве семей дело обстояло именно так. Нас не учили техники безопасности в обращении с эмоциями. Вместо этого говорили «не плачь, перестань злиться, не кричи». 20 век в России выдался настолько тяжёлым, что иногда эмоции действительно приходилось сдерживать, вытеснять, просто чтобы выжить. И это только одна из причин, почему в детстве мы так часто слышали «немедленно возьми себя в руки», «вытри слёзы». Родители не виноваты, они делали лучшее из возможного. Но это не значит, что мы должны передавать эту эстафетную палочку дальше. Мы можем научиться обращаться с собственными эмоциями и чувствами совсем иначе. И научить этому своих детей. Понимать эмоции, а не подавлять. Принимать чувства, а не вытеснять. Учиться видеть за завесой сложных эмоций истинные чувства. Не давать отрицательным эмоциям, рушить отношения. К сожалению, культура обращения с собственными эмоциями и переживаниями близких у нас ещё не сформировалась. Многие люди по-прежнему чаще всего вытесняют и подавляют эмоции, сами того не понимая. А потом удивляются, что их периодически затапливают эмоции или появляются соматические заболевания непонятного происхождения. Но если в вопящем ребёнке, которого заклинило при раздевании, вы видите не злобного карлика, а человека, у которого отказали регуляторные механизмы, это совершенно другая история. Если в подростке, который выкрикивает вам в лицо неприятные злые слова, вы видите не нападающего монстра, а несчастного человечка, который на самом деле хочет, чтобы его пожалели и обняли, такой подход ведёт к значительным переменам. Практика внимательного отношения к себе, своим эмоциям и чужим переживаниям даёт плоды медленно, но при этом устойчиво. Важно лишь помнить про возрастные и индивидуальные особенности. Меня в своё время поразило понимание того, насколько отличаются особенности эмоциональной сферы ребёнка и взрослого. У детей совершенно другая эмоциональная регуляция. Это понимание приближает нас к опыту ребёнка. Вместо того, чтобы быть строгим судьёй и прокурором, мы можем стать более мягкими и понимающими родителями. Глава первая. Учимся читать эмоции. Сильные эмоции. Законы и парадоксы. Наши эмоции и функции, которые они несут. У эмоций есть сигнальная функция. Они передают окружающим людям сообщения, в каком состоянии мы находимся. Сигнальная функция идёт не только вовне. Она адресована и нам самим. Эмоция позволяет понять, что происходит внутри. Они имеют коммуникативную функцию – опцию обмена информацией. С её помощью мы остаёмся на связи с другими людьми. Считается, что из той информации, которую мы получаем при общении, только 20% – это вербальные сведения, то, что мы выражаем словами. А 80% – информация невербальная, несловесная. То есть большую часть данных мы передаём и воспринимаем другими способами, в частности, по эмоциональному каналу. С одной стороны, способность чувствовать состояние других есть у всех. Но, как и художественные, музыкальные или математические способности, она тоже может быть развита по-разному. В задатках одно, а по факту формируется другое. Есть дети, у которых эта функция – чувствовать состояние и эмоции другого – сразу развита максимально. Они – эмпаты, очень чувствительные. И есть дети, у которых эмоциональный интеллект развивается медленнее. Им нужны специальные условия для его усиления. В результате оказывается, что во взрослом возрасте эмоциональные реакции у всех тоже развиты по-разному. В целом, в нашей отечественной культуре способность чувствовать эмоциональные состояния чуть лучше развита у женщин. Но только потому, что девочек воспитывали иначе, чем мальчиков, меньше отодвигали от чувств. И то, что у мужчин в основном эта способность менее развита, не значит, что они специально не хотели её развивать и не чувствуют эмоции по собственному выбору. У эмоций есть регуляторная функция. Они дают нам знать о том, что мы устали, истощены или, наоборот, на большом подъёме. Есть также функции оценки. Мы с помощью эмоционального интеллекта очень быстро в общих чертах оцениваем качество того, что происходит. С помощью эмоций мы получаем драфт – набросок – эскиз оценки обстановки вокруг нас. Эмоции обладают так называемой мобилизующей функцией, которая очень важна. Например, мы ощутили злость. Это вроде бы отрицательная эмоция, но мы рассердились и справились с важным заданием. А без злости его не сделали бы. Или, наоборот, успокоились, ощутили расслабление, тревога ушла, и мы сделали что-то важное. Эмоции также выполняют синтезирующую функцию. С их помощью мы объединяем разрозненные события нашего внутреннего мира в одно большое чувство или состояние. Например, мы можем испытывать много разных чувств насчёт детей, но именно благодаря эмоциям мы понимаем, что любим их. Можно испытывать целый букет разных чувств и к партнёру. Одновременно сердиться, обижаться, очень хотеть быть с ним рядом, тревожиться, надеяться – всё вместе это называется привязанностью. Но синтезировать и обобщать можно не только любовь, но и любое другое большое чувство, связанное, например, с отторжением. Эмоции – способ познания мира. Эмоции развиваются раньше, чем формируется интеллект. Когда ребёнок растёт, он сначала разбирается с эмоциями, осваивает так называемый эмоциональный интеллект и только потом переходит к формально-логическим операциям. Мы, взрослые, не привыкли воспринимать эмоции как способ познания. Хотя обычно, прежде чем дать рациональную оценку происходящему, мы смотрим вокруг и очень быстро анализируем ситуации на предмет «опасно-безопасно», «комфортно-дискомфортно», «приятно-неприятно». Это может происходить, когда мы заходим в вагон метро, попадаем в незнакомую компанию. Мы даже не замечаем эту степень оценки. Она автоматическая, встроенная по умолчанию. Но именно она – один из ярких примеров работы эмоционального интеллекта. Эмоции – это способ познания мира. Он более древний, чем рацио, более простой и в чём-то более совершенный. С помощью эмоций мы можем оценить, в каком состоянии находится наш собеседник. И, конечно, можем понять, в каком состоянии пребываем мы сами. Но очень часто мы живём на такой скорости, что пропускаем этот момент. И в итоге сталкиваемся только с результатами нашей оценки. Важно понимать, что мы абсолютно не контролируем эмоции и с трудом можем их отследить и остановить, если только не приложим для этого специальные усилия. То, что эмоции – это наша часть, живущая сама по себе, даже хорошо. Потому что если бы мы контролировали эмоции, то превратились бы в роботов. Эмоции дарят нам спонтанность и возможность быть по-настоящему живыми. С другой стороны, в моменты, когда нас что-то пугает, тревожит или расстраивает, эта часть начинает причинять нам неудобства и окончательно выходит из-под контроля. Иногда эмоции захлёстывают и одолевают нас. Мы чувствуем их, когда они доставляют либо очень большую радость, либо очень большой дискомфорт. Этапы понимания эмоций. Понимать эмоции мы учимся рано, у собственных родителей. В первые месяцы жизни ребёнок очень внимательно смотрит на мамино лицо, разглядывает её улыбку, глаза – для него это самое интересное, что может быть. Первые полгода жизни называются временем непосредственного эмоционального общения ребёнка с матерью. Когда ещё нет слов, идёт чистый обмен чувствами, и они в основном положительные. Ребёнок становится старше, появляются отрицательные переживания, он начинает осваивать слова, которые эти эмоции вызывают. Если в детстве на какой-то из стадий эмоционального развития происходит сбой, это может сопровождать человека всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok